Добрый вечер! Признаться, я всегда подозревал, что в нашем с вами крае с общественным мнением что-то не то. И подавно что-то не то с лидерами общественного мнения. То есть теми, кто влияет на формирование этого, как нам говорят, важнейшего института гражданского общества. Только что опубликованные данные экспертного опроса, очередного опроса, который проводил журнал Полиции Бру, вполне эти подозрения подтверждают. Да еще как. Впрочем, судите сами. По данным экспертного опроса, абсолютным лидером общественного мнения является губернатор края Александр Карлин. В тройке также спикер АКЗС Иван Лор и градоначальник Барнаула Игорь Савинцев. Я скажу больше. Карлин в качестве лидера общественного мнения набрал голосов больше, чем практически все его соперники вместе взяты. Вот такой мега авторитетный человек. На самом деле, конечно, такая ситуация, это признак слабости нашего общества. Вот получается, что мы делегируем начальству не только право управлять какими-либо процессами, но и право вообще выражать наше с вами общее мнение. Так или не так, по опросу получается, что так. И вот еще. Ведь это несомненный признак упадка внутри общественных связей. Тех связей, которые по горизонтали создают живую творческую структуру социума. А не те, которые по вертикали, типа, ты начальник, я дурак. Так что, кстати, и губернатор я с таким результатом поздравить, но никак не могу. Получается, что он не только победил всех, но у него нет и союзников, достойных в глазах общественного мнения этого звания. Заметьте, всего в качестве лидеров общественного мнения было названо целых 154 фамилии. Большинство из них получило по одному голосу. То есть люди называли себя, свою родню, ну, или своего начальника. Так что и получается, настоящих лидеров общественного мнения у нас просто нет. А может быть, они просто не имеют доступа к средствам распространения информации. В первой двадцатке списка фигурирует большинство вице-губернаторов, правда, уступая своему руководителю раз в 15. А также некоторые депутаты АКЗС. Есть в топ-20 и журналисты, включая и ведущего данной программы. 32 человека – это третий результат. Считают, что лидеров общественного мнения в крае просто нет. А реплика сегодня звучит так. Ну, хоть убейте, я не верю, что у нас, в Алтайском крае, нет людей, способных влиять на формирование общественного мнения. Скорее всего, речь идет об их отчуждении от средств производства, производстве информации, производстве того самого общественного мнения. А значит, ситуация может измениться. Ждем новых героев из интернета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова